Добрый день, меня зовут Забалов Руслан, я занимаюсь задачами компьютерного зрения и НЛП в банке ВТБ. До сих пор банку приходится иметь дело с большим количеством сканов документов, причем они поступают в виде больших неразделенных потоков. Для удобства работы с ними необходимо эти потоки разделить на отдельные документы, потом классифицировать, извлечь какую-то полезную информацию и складировать в систему документов оборота. Чем эффективнее мы будем делать сегментацию, тем быстрее будут работать наши операционные офисы и в целом будет повышаться эффективность работы всего банка. Задачи сегментации документов занимаются довольно-таки давно, более 10 лет. Сначала появились системы правил, которые подразумевают выделение каких-то дескрипторов из документов, номеров страниц, шлифтов, каких-то сущностей, расположений на странице. И потом над этими дескрипторами создаются системы правил, разделяющие документы в потоке. Минус этого подхода в том, что для каждого нового датасета необходимо сильно прорабатывать датасет, вникать в его суть, что очень неудобно бывает. И поэтому на смену этому подходу, этим подходом, пришли подходы на основе машинного обучения. Выделяются признаки и обучается модель. Признаки, как правило, выделяются визуальные, например, сверточные признаки, всей картинки или части картинки документа, текстовые признаки, Bag of Words, TF-IDF, опять же, свертки над эмбеггингами. И прижилась хорошо модель бинарной классификации на парах страниц, которые разделяют документы в потоке. Суть бинарной классификации в следующем. Мы берем поток, проходимся по парам соседних страниц. К каждой этой паре присваиваем метки либо New Document, как красно-желтая пара, либо Same Document, где страница 1 и страница 2 красные. Присвоили такие метки, обучили модель. И уже на тестовом датасете, проходя по потоку, модель разделяет на документы в тех местах, где оказались метки New Document. Наш подход также подразумевает использование бинарной классификации на парах соседних страниц, используя визуальные признаки и текстовые признаки. Очень важно использовать и те, и те признаки на нашем датасете, потому что часто встречаются документы полностью текстовые, их визуально различить сложно, не вчитываясь в саму суть текста. Например, договор аренды недвижимости или договор купли-продажи недвижимости. И здесь срабатывают текстовые составляющие модели. Но также есть документы, например, паспорт или трудовая книжка, где текст распознается, как правило, плохо, и здесь срабатывает визуальная часть модели. В чем же новизна нашего подхода? В том, что мы используем модель BERT для излечения текстовых признаков из пар соседних страниц. Как мы знаем, модель BERT предобучена на двух задачах. Одна задача — восстанавливать маскированные токены, а вторая задача — NextSendencePrediction по двум кускам текста определяет, является ли второй кусок логическим предложением первого. Мы предположили, что здесь модель BERT будет полезна, поскольку у нас в паре соседних страниц в документе как раз текст второй страницы, по идее, должен являться логическим предложением текста первой страницы. По крайней мере, начало текста второй страницы и конец текста первой страницы. Вот мы их и подаем модель BERT, снимаем текстовые признаки в виде эмбеддинга начального токена, и далее уже его используем в бинарной классификации. На данном слайде отображена общая схема модели. Из каждой страницы выделяются визуальные эмбеддинги с помощью нейросети ResNet 3.4 и с помощью модели BERT, вернее, RU-BERT, предобученной на широком корпусе русскоязычных текстов, мы извлекаем текстовый эмбеддинг. Текстовый эмбеддинг начального токена. Это все объединяем в вектора длины 1792, и на них обучаем мультилейер перцептрон нашей бинарной классификации. Обучение проводим на нашем датасете. Это документы, которые поступают от компаний для получения кредитов. Одностраничные и многостраничные документы примерно из 300 разных категорий. Мы выделили 10 базовых категорий, и остальные документы отправили в категории иное. Потоки мы генерируем таким образом, чтобы в потоке было не менее одного документа из базовой категории, и немного документов из категории иное. Таким образом, мы генерируем примерно 10 тысяч потоков для обучения, 2 тысячи потоков для валидации и 2 тысячи потоков для теста. В соседних пар потоков получилось на тесте примерно 26 тысяч с пометкой New Document, и с пометкой Same Document около 16 тысяч. И теперь о результатах. В качестве бейслайн мы взяли нейросейт ResNet 3.4 и Руберт, в том виде, в котором они вышли от авторов. И мы получили с помощью них 96% точности, и даже больше. В качестве основной модели мы взяли ResNet в изначальном виде. Руберт дообучили на задачах MLM и NSP на нашем датасете, и качество еще немножко улучшилось, до 98%. Считаем, что наши предположения об использовании Берта были правильные. Что еще можно сделать для развития задач сегментации? Во-первых, нужен большой датасет, состоящий из большого количества многостраничных документов, застраничных или многостраничных документов, и он обязательно должен быть общедоступным, открытым, чтобы различные исследователи могли сравнивать свои оценки на нем. Также можно, следуя идеям авторов модели Роберта, попробовать убрать из обучения задачу NSP, оставить только MLM, и, возможно, здесь будет какой-то прогресс. Потому что у авторов Роберта только на предобучении с MLM улучшались оценки даже на задачах типа вопрос-ответ. Еще можно дообучать нейросеть Резнет 3.4 или брать какую-нибудь другую, дообучать на нашем датасете или более широком датасете. У некоторых моих предшественников получалось улучшение с помощью такого дообучения. Также можно добавлять лей-аут информацию, попробовать добавлять лей-аут информацию. Например, у авторов модели Layout LM, которые занимались задачей классификации одностраничных документов, это получилось. Они к каждому распознанному слову добавляли координаты этих баундинг-боксов и в виде позиционного беденца отправляли это все в БЕРТ. И на данный момент у них самые лучшие результаты по классификации одностраничных документов. Возможно, для сегментации это тоже сработает. Спасибо за внимание. Буду рад ответить на ваши вопросы. Приходите в нетворкинг-комнату.